В центре Хабаровска неизвестный опустошил благотворительную кассу, с помощью которой собирали пожертвования для детского дома-интерната. Вор запустил руку в плексигласовый ящик, установленный у окна выдачи товара в аптечном отделе магазина медтехника. Он запирается на висячий замок, однако преступник нашел другой способ дотянуться до манящего содержимого. Запустив палец в щель между крышкой и стенкой, злоумышленник отжал боковую панель копилки и просунув внутрь руку, сгреб часть пожертвований. Сунув смятые купюры в карман, вор даже успел перекинуться парой слов с провизором. Сотрудница аптеки находилась не за прилавком, а в зале. Она занималась новогодними украшениями. Женщина в последний момент увидела, что сделал незнакомец и потребовала положить деньги обратно. Тот усмехнулся и, обойдя ее, направился на выход. Просто я смотрю, что купил. Потому что провизор там пошла снимать как раз елочные украшения эти новогодние. Получается, она его не видит? Нет, она видит его. Она видит, что он присматривается. Она взяла коробку и пошла и услышала, что зашуршало. Как же он умудрился достать? Не выслушивайте. Элементарно. В магазине есть охранник, однако преступник вывернулся и побежал. Беглец в припрыжку направился вниз по Комсомольской улице. Его внешность зафиксировали камерой магазина. Удивительно, но это был вполне приличный с виду человек. Седовласый мужчина, одетый в добротную, недешевую одежду. На нем были короткое кожаное пальто и норковая шапка. Добычей вора стали средства, которые посетители аптеки оставляли в этой копилке полмесяца. За это время там скопилось около 2000 рублей. Эти деньги предназначались воспитанникам дома-интерната для умственно отсталых детей, который расположен в поселке Березовка. На эти средства обычно приобретаются средства гигиены, ортопедические изделия и развивающие игрушки. По горячим следам преступник задержан не был. С места происшествия Наталья Курченкова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.